Замысел фестиваля детских и семейных фильмов возник еще в 2014 году. После поддержки крымского правительства идея стала воплощаться в жизнь. Об этом на встрече с журналистами рассказали организаторы. Крым для Дмитрия Харатиана, президента кинофестиваля, всегда ассоциировался с солнцем. И тема детского кино для актера – предмет особого трепета. Сам он дебютировал на экране, когда ему было всего 16. Так как я вот родом из детства, я очень хорошо помню свои пионерские годы и воспоминания. Я понимаю, отчетливо знаю, осознаю, что именно детство меня сформировало. И я вот, скажем, добился в дальнейшем каких-то успехов благодаря тому, что у меня были правильные учителя, у меня были правильные наставники. У меня была правильная очень среда, творческая среда, духовная среда. И вот этим, собственно, мы и хотим заняться на фестивале для того, чтобы развивать в детях художественный вкус, развивать отношения друг к другу, к общечеловеческим базовым понятиям любви, дружбы, достоинства человеческого, любви к родине, в том числе патриотизму, конечно. Отечественный кинематограф сегодня в сложной ситуации. Приходится конкурировать и выживать. К сожалению, не все фильмы, особенно детские, доходят до зрителя. Познакомить с тематическими киноновинками последних лет – лишь одна из задач Солнечного острова. Главное – это создать площадку для дальнейшего развития детских проектов в Крыму и России, рассказывают организаторы кинофестиваля. Очень часто в СУИ повторяя те или иные слова, забываем их истинное значение, опускаем их, величие этих слов. Мы должны в том числе с детства начинаем вернуть все нашим детям. А вернуть – это можно все через песни, через кино, через то, что нас объединяет. Министр культуры Крыма Арина Новосельская подчеркивает бюджет фестиваля – 7 миллионов рублей, и он будет только расти. Вкладывать в детское счастье, вкладывать в деток, у которых есть трудности со здоровьем, вкладывать действительно в Евпаторию, как в возрождающуюся здравницу на всем постсоветском пространстве и остров детского счастья и здоровья – это не только благородно и целесообразно, это необходимо сегодня. Конкурсная программа «Солнечного острова» включает художественные и анимационные фильмы, снятые в России за последние два года. Среди них сказки, приключенческие комедии и даже военная драма. Важная страница фестиваля – отдельное направление «Снимаем вместе». В его рамках заслуженный деятель искусств Наталья Бондарчук покажет свои работы, снятые совместно с особенными детьми. Оценивать конкурсные ленты будет специальное жюри – мальчишки и девчонки от 9 до 14 лет. Все они занимаются в местных киноклубах и студиях. Жюри сформировано исключительно из евпаторийских школьников, которые прикоснулись к кинопроизводству. Шестидневная программа «Солнечного острова» обещает много интересного. Помимо двух ежедневных конкурсных показов в кинотеатре «Ракета», детвору ждут встречи со съемочной группой картины «Хрустальный ключ», художественным руководителем детского киножурнала «Яролаша» Борисом Крачевским, актерами Сергеем Никоненко и Александром Иншаковым. Творческий вечер композитора Григория Гладкова. В расписании мастер-классы по актерскому мастерству, режиссуре и анимации. Организаторы обещают, что мультфильмы будут рождаться прямо на глазах у зрителей. Фильмы вне конкурсной программы продемонстрируют в открытых кинотеатрах в Парке Ленина и в Пятиевпаторийских санаториях. Праздник семьи и творчества закончится большим концертом 7 сентября. Выступать будут не только молодые музыканты, но и народные артисты. Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский и Максим Дунаевский. Егор Зайцев, Евгений Стариков. Служба новостей и ТВ.